МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Вильнюсе, Москве и Минске. В эфире программа события. В студии Сергей Луговский. Здравствуйте. 29 стран, новинки агропромышленного комплекса и лучшие достижения сельского хозяйства. Беларусь вновь собрала крупнейший форум аграриев и достойно представила государство, которое еще три десятка лет назад называли не иначе, как зоной рискованного земледелия. Сегодня наша страна обеспечивает свою продовольственную безопасность и даже делится с миром собственными технологиями. В списках участников в Белорусской аграрной неделе 550 компаний. Чем удивлялись гости, узнаем у нашего обозревателя Олеси Высоцкой. Впечатлений много от новинок, от самой атмосферы. Праздничная играет музыка, блестит наполированная техника. И море гостей, которые спешат сделать селфи на фоне агроновинок. Для белорусских аграриев экспофорум – дело чести и показать есть что. Например, сельхозтехника «Токлицельмаш» привез мощную самоходную косилку. Скосить в сутки может 300 гектаров. В прошлом году, к слову, в первые две недели после выставки, продажи этого промышленного гиганта выросли как минимум на 10%. Интерес в этот раз вызвало оборудование для обработки хлопка. С большой долей вероятности после Белагра машины уедут в Узбекистан и Туркменистан. Еще из новинок – кормораздатчик на электрическом ходу. По мнению разработчиков, у него есть все шансы прижиться в белорусском АПК. А МТЗ презентовал миру беспилотный трактор. Здесь и новые эконормы этого требует европейский рынок и удобство радиоуправления. В поля Беларуси техника выйдет вот-вот. Мы готовы к серийному производству. Недавно совсем мы обсуждали о том, чтобы на конвейере вообще 100% устанавливать эту систему. Вот сейчас Минсельхозпрод принимает решение, считая, что это правильно, потому что необходимо по всей стране создать карту полей, границы полей, чтобы трактор как-то понимал, как ему начинать работать и как ее заканчивать. Привезли наши аграрии и элитный скот. Например, с коровой, которая среднесуточный удой составил без малого 60 килограммов, хотели сфотографироваться многие. Удивило гостей изобилие рыбы. Институт рыбного хозяйства впервые показал собственного североамериканского веслоноса длиной полтора метра. Продукцией интересуется Евросоюз. Особый интерес и к нашим селекционерам. Например, белорусская пшеница полностью обеспечивает потребности внутреннего рынка. Идет на хлеб. Наши на сегодняшний день более адаптированные сорта у нас у Беларуси. А по цене 5-7 раз наш сорт дешевле на гектар посеет, чем импортный. И импортный мы посеяли гибриды, и он никогда не окупит. Не окупится вот эта посевная норма на гектар, никогда не окупится. Потому что она изначально очень дорогая. И всего лишь на один год. Стоит сказать, в целом экспорт продовольствия в этом году стремится к 6 миллиардам. Все белорусско-российские сложности с доступом на соседний рынок рассчитывают минимизировать. Временные ограничения, которые уводятся, они не носят такого системного характера, который влияло сегодня на развитие нашего сельскохозяйственного потенциала республики. Поэтому, если какие-то проблемы возникают, то мы стараемся обоюдно урегулировать тот или иной вопрос и наладить эти отношения. Я считаю, что мы найдем понимание, которое даст возможность нормально по-партнерски работать и осуществлять тот экспорт, который мы прописали у своей дорожной карты. На выставке более 200 новых разработок и технологий. Ждем итоги и новый крупный контракт. По ряду позиций Беларусь в лидерах по экспорту продовольствия. Так, наша страна вошла в четверку мировых экспортеров сыра и творога. В какие страны поставляем? Основным рынком белорусских сыров и творога остается Россия, но наша продукция хорошо продается и в Болгарии, Грузии, Иордании, Китае, Латвии, Объединенных Арабских Эмиратах, США и Японии. По данным Белстата, наши производители за три месяца года поставили почти 60 тысяч тонн продукта. Опередили мы даже Австралию, Иран и Швейцарию. На первом месте все же Евросоюз, в втором США, третья лидерская позиция у Новой Зеландии. Ну и, кстати, лучших экспортеров и не только производителей молочной продукции наградили в Минске. Какие отрасли в лидерах и как на фоне крупных предприятий себя чувствует малый и средний бизнес? Беларусь в прошлом году открыла для себя порядка 20 новых рынков. Теперь в нашей экспортной копилке почти 180 государств. И борьба среди экспортеров за звание лучшего не была простой. 22 номинации и в каждой жесткая конкуренция. В лидерском топе машиностроение, сельское хозяйство, информационные технологии и, конечно, образование. Минский медуниверситет в числе победителей услуг здесь оказали почти на 10 миллионов долларов. Сегодня в ВУЗе 2000 иностранных студентов и аспирантов в более чем из шести десятков стран. Израиль в последнее время активно мы востребованы на израильском рынке. Это не только первая ступень, но и второе высшее образование. И с удовольствием мы сейчас активно развиваем абитуриенский туризм, когда сами граждане Израиля вместе со своими родителями приезжают в нашу республику, знакомятся с нашим университетом, с республикой Беларусь, с Минском. Мы остаемся очень довольны и готовы оставаться уже сразу после посещения нашей столицы, в нашем университете. В этом году в финале конкурса «Лучший экспортер» 151 предприятия показатели внушительные. Лидеры поставили продукцию на общую сумму порядка 15 миллиардов долларов в 140 стран. Это треть всего белорусского экспорта. Среди критериев объем внешних поставок, их доля на одного сотрудника и темпы роста. Результат показывает, что порой флагманы проигрывают небольшим предприятиям. Очень интересно, что самые конкурентные номинации – это малый и средний бизнес, негосударственные формы собственности. Это небольшие предприятия. Они гибкие, они мобильные. Там даже порой работает 30-40 сотрудников, но они вносят очень весомый вклад. С учетом того, что мы работаем в рамках седьмого декрета, и появляются новые документы по поддержке малого и среднего бизнеса. Ну а наша задача – вывести их на экспортное направление. На конкурсе говорили о проблемах, например, дорогих сертификатах на продукцию, особенно для европейского рынка, способы компенсации таких трат. Из бюджета заложены в декрет о поддержке экспортеров. Эта мер коснется и участия компаний в отраслевых выставках. Новый документ фактически готов. Спасибо. Обзор подготовила Олеся Высоцкая. Больше новостей сферы экономики не только на сайте нашего телеканала. www.belarus24.by Открытый парк «Великий камень» – пример глобальных возможностей. Такова главная тема Международного форума по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы «Пояс и путь». Масштабное мероприятие пройдет в начале июля в Белорусско-Китайском индустриальном парке и соберет около 500 участников из стран европейского и азиатского регионов. О программе форума «Великом камне» как открытой и комфортной площадке для ведения бизнеса, его возможностях и преимуществах. Говорим сегодня с Александром Ярошенко, главой администрации Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень». Александр Григорьевич, здравствуйте. День добрый. Итак, Минск готовится к Международному форуму по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы «Пояс и путь». Сколько гостей ожидаем? Каков уровень участников и география представительства? Действительно, форум для нас очень значительное событие. Я скажу, что это впервые. Именно непосредственно на площадке Китайско-Белорусско-Индустриального парка «Великий камень» проводится такое глобальное событие, оно будет происходить в развитии апрельского саммита «Один пояс, один путь». Такой саммит состоялся в Китайской Народной Республике уже во второй раз. И мы фактически подхватываем эстафету на региональном уровне. Соответствующим образом мы приглашаем страны-участниц, поддерживающих инициативу «Один пояс, один путь» и европейские страны, европейский бизнес, да и других стран мира, которые заинтересованы в инвестиционном сотрудничестве с нашей страной, ну и, конечно, с парком «Великий камень», потому что объявленная вами формула, тема нашего форума – это как раз пример «Великий камень» – это пример глобальных возможностей реализации своих инвестиционных проектов, инвестиционных возможностей. И все-таки интересно, что в программе форума? Беларусь рассчитывает, как вы сказали, на новых инвесторов? Или же это больше презентации преимуществ индустриального парка? Ну, мы постарались, скажу откровенно, совместить и полезное, и приятное, и комфортное пребывание наших уважаемых гостей, инвесторов, спонсоров. 2 июля состоится сам форум, в котором мы планируем организовать достаточно много тем обсуждений в рамках «Шелкового пути» и развития экономик стран, которые поддерживают этот проект. И речь идет и об инновационном развитии предприятий, и их финансировании. Кстати, очень важная тема, которая будет затронута. Безусловно, не обойдем внимания стороной логистику и транспортную составляющую. Цифровая тема будет у нас представлена отдельным семинаром. Программа очень насыщенная. И я надеюсь, мы, так скажем, удовлетворим всем требованиям и изыскам наших гостей, наших посетителей. Но завершать мы будем вот таким хорошим тоже мероприятием. Мы приглашаем наших почетных гостей разделить с нами торжества 75-летия освобождения нашей родной страны и участвовать тоже в этих мероприятиях уже торжественных, связанных с Днем независимости Республики Беларусь. Ну, хочу немного вернуться вот к теме требований инвесторов. А как вы оцениваете нашу льготную политику? Что еще мы готовы предложить, чтобы быть на шаг впереди конкурентов? Да, хотелось бы поддержать тот уровень привлечения инвесторов, который мы уже сейчас определили, задали вектор, так скажем, и привлекаем инвесторов, которых уже у нас 44 из 8 стран мира. И как по образному, скажем так, выражению главы государства, он сказал, что в этом проекте создан безналоговый рай. И мы стараемся к льготным налоговым преференциям, политикам добавить и абсолютно идеальное, я бы сказал, обслуживание. Режим одной станции – это тот опыт, который впервые внедрен в Республике Беларусь с помощью китайских наших партнеров. И мы стараемся максимально прозрачно, быстро, качественно обслуживать наших инвесторов, предоставляем возможность все задачи, все административные процедуры проходить прямо там, в нашем парке Великий Камень. И мы надеемся, в том числе и с таким отношением, с такими преференциями, добиться еще больших результатов. Ну а какие крупные зарубежные компании уже работают в парке? И много ли резидентов, так скажем, с белорусским паспортом? Начну, может быть, с ответа с последнего вопроса, потому что, хочу обратить внимание, парк действительно международный, но в том числе и конечной целью заключается развитие экономики Республики Беларусь. Как пример, вот в нашем парке есть такая компания IPG Photonics, это американский проект, связанный с лазерными технологиями. И как раз для нас привлечение вот таких крупных знаковых предприятий является основополагающим в развитии. Потому что основа – это высокие технологии, инновации, которые мы видим для будущего экономики Республики Беларусь должны сыграть самую главную и значительную роль. Ну вот интересно, конечно, как выбираются проекты для размещения в Великом Камне. Расскажите о наиболее значимых, в частности, уже затронули лазерные технологии. И что принесет стране их реализация? Требования достаточно простые, с одной стороны. То есть, если это среднесрочный, долгосрочный проект, вступительный, скажем так, инвестиционный взнос – это 5 миллионов долларов. Но мы эту планку для среднего и малого бизнеса снизили до 500 тысяч, если этот проект начинает реализовываться в течение первых трех лет, будет строительство, осуществлено заводы или введено в эксплуатацию, так сказать, оборудование на арендованных площадях. Мы такую даем возможность. Научно-исследовательские и конструкторские разработки, неокр, так называемые, мы также даем планку вступления 500 тысяч долларов. То есть, она достаточно, скажем так, скромна и дает возможность реализоваться стартапам, венчурным компаниям. И требование практически одно, о чем я и говорил. Это высокотехнологичное производство, это инновационное производство. Те производства, которые либо которых у нас нет, как, например, вот у нас появилось производство дизельных агрегаторов для нашего Минского автомобильного завода, или появилось производство суперконденсаторов для нашего электробуса «Белкоммуннаша». Спасибо. На вопросы программы ответил глава администрации китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» Александр Ярошенко. Далее в программе события авиарейс «Минск-Таллин» или еще один шаг на пути сближения двух стран, новые перспективы национальной киностудии и белорусский алфавит в произведениях искусства. Вернемся в студию через несколько минут. Это программа «События на Беларусь-24» и мы продолжаем. Новые возможности для туристов и бизнеса. Минский «Таллин» связал прямой авиарейс. Как часто будет летать самолет, узнаем у нашего обозревателя Натальи Тарасюк. Самолет будет летать четыре раза в неделю. В понедельник и четверг вылет утром, во вторник и субботу во второй половине дня. Время полета – 1 час 15 минут. Для сравнения, на машине путь из Минска в «Таллин» займет часов 10. Полеты планируется выполнять на авиалайнере «Эмбрайер-175», который может перевезти 76 пассажиров. Стоимость билетов – порядка 100 евро. Национальный авиаперевозчик «Белави» этот маршрут выстраивал с учетом хорошей стыковки нашего аэропорта Мински-Балтийской воздушной гавани с другими странами. Мы посмотрели конкурентную среду, которые перевозят пассажиров из Минска в «Таллин» с пересадкой в Риге, в Варшаве, в Хельсинки, по-разному – в Москве, в Киеве. И, в принципе, выставили цену, которая, наверное, поменьше всех этих компаний, которые возят пассажиров туда с пересадкой. Взлетал первый рейс в Балтийском направлении с новой взлетно-посадочной полосы. В Таллине белорусский самолет встречали с красной ленточкой. Ведь рейс открыли как раз накануне Вторых Европейских игр. Это плюсы для делегаций и для болельщиков, которые приедут в Беларусь уже совсем скоро. Нельзя представить на сегодняшний день другого, более удобного варианта. Посетить и Белоруссию, и Эстонию, причем с минимальным количеством формальности. В Белоруссии существует безвизовый въезд, 30-дневный безвизовый въезд. Уже обратно из Эстонии в Минск отправилась группа представителей туристического бизнеса. Чрезвычайный полномочный посол Белоруссии в Эстонии убежден, открытие прямых рейсов будет способствовать развитию контактов в сферах культуры, науки, образования, спорта и туризма. В этом сезоне может появиться еще один новый рейс. Белавия с середины июля готова предложить пассажирам прямую доставку в Мюнхен. Беларусьфильм представила рабочие материалы сразу четырех лент. Среди них главный национальный кинопроект года – фильм «Купала». Расскажите подробнее об этих проектах. Полнометражную биографию Янки Купалы снимали в Вильнюсе, Москве и Минске. К концу сентября планируют завершить монтаж. Ленту представят, скорее всего, на одном из фестивалей. Читать, писать я не умею. Не ходит гладко мой язык. Только вечно ору. Сей, боя мужик, дурны мужик. Журналистам показали и кадры первого молодежного ситкома «Иллюзии». 16 серий с участием начинающих белорусских актеров и музыкантов зритель увидит в октябре. Новый арт-проект представила публике витебский художник Тома Прокофьева. Белорусский алфавит в произведениях искусства. Что это за проект? Каждая из них обозначена общеизвестными символами нашей страны. Это архитектурные достопримечательности, бренды, известные люди, национальные блюда, а также живые, исконно белорусские слова. В 2018 году я начала работу над этим проектом. Достаточно долго я собирала материал, что-то отсеивала, что-то, наоборот, очень много для себя подчеркнула, что у нас есть в Белоруссии интересного. На основе этой серии картин в ближайшее время художник планирует издать путеводитель по Белоруссии на трех языках – белорусском, русском и английском. Спасибо. Обзор подготовила Наталья Тарасюк. На вторые европейские игры в Белоруссии ожидает минимум 30 тысяч иностранных болельщиков. Спортивный безвиз заработает с 10 июня. Приехать можно будет через любой пункт пропуска. Достаточно предъявить билет на любое мероприятие вторых европейских игр или бейджик участника. Представители 50 стран уже стали обладателями билетов. Какие мероприятия спортивного форма наиболее востребованы? Сколько билетов продано? И как воочию увидеть соревнования сильнейших спортсменов Европы? Спросим у менеджера по коммуникациям фонда «Дирекция вторых европейских игр» 2019 года Алексея Богдановича. Алексей, здравствуйте. Добрый день. Итак, вторые европейские игры уже на пороге. Белорусь пошла на отмену виз для иностранных посетителей игр. Главное – наличие билета. Насколько велик интерес к предстоящему спортивному форму у мирового сообщества? Интерес действительно велик. Я скажу, что уже более 120 тысяч билетов реализованы. И мы, как организаторы, рады вот этой цифре, покупают билеты практически во всем мире. И в странах Азии, и в США, и в Канаде. И европейцы активно интересуются покупкой билета в европейские игры. И опять же, возможностью, благодаря европейским играм, приехать в Беларусь и пользоваться вот этой уникальной возможностью в течение месяца практически пребывать в нашей стране. На мой взгляд, это очень классное решение. Еще раз повторюсь, беспрецедентное решение. И добавлю, что аккредитованные участники игр могут приезжать без виз к нам в страну уже с 20 мая. Ну, на самом деле, действительно радует, что билеты продаются в геометрической прогрессии. Президент Азербайджана посетит Беларусь для участия в церемонии открытия вторых европейских игр. Кого еще из высоких гостей ожидает в Минске? На самом деле, очень много будет у нас высоких гостей. В том числе, по линии европейских олимпийских комитетов, представителей федерации различных по видам спорта. Ну и, разумеется, глав государства. Мы ожидаем, что также глава государства Грузии и Боснии и Герцеговины будут у нас в Беларуси во время самых ярких событий. Но, конечно же, для нас, как организаторов, очень важно, чтобы больше болельщиков приехало. Поэтому мы рады всем абсолютно. Ну, раскрыта, наконец, главная интрига церемонии открытия. Выступит звезда мировой оперной сцены Анна Нетребко, которой будет аккомпанировать Игорь Крутой. Что еще интересного будет и какова главная задача двухчасового шоу? Я бы сказал, что это будет шоу, где будет буквально вовлечен в происходящее каждый зритель. Для того, чтобы стать поистине частичкой церемонии открытия-закрытия, болельщикам на трибунах нужно будет скачать специальное приложение на мобильный телефон, которое позволит видеть некие элементы, например, которые будут недоступны телезрителям. Поэтому это еще раз усиливает возможность того, что нужно побывать на трибунах. Билеты еще есть в продаже, их, правда, не так много. Это шел до полной реальности. Вот то, о чем я говорю, с своего мобильного телефона вы можете заметить некие нюансы, которые происходят на сцене. Разумеется, там будет очень много лисенка-лесика, нашего главного талисмана. И очень насыщенная, яркая программа. И для нас, как для организаторов, было очень важно рассказать о самобытности Беларуси, о нашей истории, культуре. Но так, чтобы это было понятно европейцам в первую очередь. Ожидается, что игры посетят тысячи иностранных болельщиков. Какие сюрпризы подготовили им организаторы? Помимо, разумеется, насыщенной спортивной программы, это 23 дисциплины. Кстати, несколько слов хочу сказать, кто самый активный из покупающих билеты. Это, разумеется, наши гости из Российской Федерации, которых мы всегда ждем. Очень много билетов покупают в Ирландии. Я полагаю, что британцы собираются посетить дворец спорта Уручья, где пройдут соревнования по боксу. Литва, Польша, Украина, Латвия. На самом деле, да, география еще раз впечатляет. Какие сюрпризы? У нас очень будет насыщена не только спортивная программа, но и культурная программа. Всего в Беларуси будет работать 10 фонзон. Непосредственно в Минске три фонзоны. Главная фонзона возле дворца спорта, плюс фонзона возле Минска, Рены, Чижовка-Арены, где будет возможность на самом деле увидеть Беларусь. Беларусь такой, которую, может быть, наши гости еще не видели. Количество проданных билетов напрямую говорит об интересе к тому или иному мероприятию. Сколько квитков реализовано? Об этом мы уже говорили. А какие соревнования наиболее популярны у болельщиков? Разумеется, за скобками мы ставим церемонию открытия и закрытия как топовое соревнование. Скажу, например, что соревнование по художественной гимнастике очень популярное. И было принято решение буквально недавно о расширении трибун Минска-Арены. То есть мы будем задействовать еще верхний ярус, потому что желающих купить билеты возрастает. И, разумеется, те спортсмены, которые будут во время Европейских игр представлены в художественной гимнастике, по сути, это те будущие звезды, которые будут блистать во время Олимпийских игр в Токио. Поэтому здесь интерес вполне оправдан. Также пользуются интересом соревнования по велоспорту на треке, на шоссе, пляжный футбол. Соревнования в пляжном футболе, наверное, в топовые, если можем сказать так. Практически все билеты проданы. Это командный вид спорта. Восемь стран-участниц. И очень радует, что наша сборная по пляжному футболу действительно сейчас находится на некой такой новой волне. В волне успешного выступления. Поэтому я надеюсь, что благодаря поддержке, в первую очередь, белорусских болельщиков, мы сможем завоевать очень много медалей. И вот пляжный футбол – это то соревнование, которое пользуется дополнительной популярностью. Бокс, каратэ, дзюдо традиционно популярны. Я бы сказал, что у каждого вида спорта есть свои болельщики. И это, наверное, здорово. В Минск приедут более 4000 атлетов из 50 стран. Освещать игры будут порядка 1300 журналистов. Как будет организована работа «Микс-зон» прессы во время соревнований? Разумеется, мы рады вот этой цифре 1300 журналистов. Из них я бы отметил по категориям, наверное, это, разумеется, пишущая пресса, фотографы, представители компаний, не правообладатели, а также представители тех компаний, которые купили права и в полном объеме будут показывать европейские игры. И в общей сложности, да, действительно, это 1300 журналистов. Во время европейских игр у нас будет работать основной пресс-центр, главный пресс-центр, можем назвать его и так, он будет совмещаться с объектовым пресс-центром на стадионе «Динамо». Более 200 рабочих мест, отличная инфраструктура, логистика. И мы сделали все возможное, чтобы работа журналистов во время европейских игр в Минске была максимально комфортной, потому что мы прекрасно понимаем, что каждый хочет успеть на эфир, где буквально любая секунда она на вес золота. Поэтому прямо в пресс-центрах мы будем организовывать кейтеринг для журналистов. Работа МИК-зоны у нас, скажем так, будет непосредственно для правообладателей, для представителей службы новостей. Представителям пишущей прессы и неправообладателям мы предлагаем такое живое общение со спортсменами в специально выделенных местах, и эти места называются зоной для интервью. Спасибо. На вопросы программы ответил менеджер по коммуникациям фонда «Дирекция Вторых Европейских Игр» 2019 года Алексей Богданович. Итоги и анализ главных событий этой недели в информационно-аналитической программе АТН «Главный эфир». Все проекты нашего телеканала есть на сайте www.belarus24.by, а также в социальных сетях. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok